Делаем новый документ, нажимаем УПД, здесь исходящий УПД, 1, 2, 3, ну я, например, делаю, если у меня первая, то первая, вторая, третья, так, пусть будет первая, от, нет, давайте исправим, сделаем вторая, от седьмого, передаточный документ. Вот, здесь продавец данные указаны, покупатель, здесь мы забиваем ИНН Озона, ИНН Озона мы можем найти в контрагентах, ваши контрагенты, интернет решения, вот здесь их ИНН, забиваем сюда, и все, и вот данные прогрузились, сохранить. И грузополучатель, это склад, куда мы делаем отгрузку, в данном случае это оказание РПЦ новой, здесь я нашел адреса их и данный юридический адрес грузополучателя УПД-2. Копируем ОООО Озон Волга, скопировали, вставили, далее ИНН, КПП, индекс, Далее вот подсасывается информация по индексу, город Зеленодольск, строение 19, город Зеленодольск, дом 19, все, сохранить. Тип, здесь мы пишем номер заказа, и здесь мы этот номер заказа берем вот отсюда, то есть вот он, номер заказа, копировать, вставить. Далее здесь мы прописываем список позиций, то есть берем здесь скачать Excel файл, все, здесь он скачал Excel файл с данными по поставке, вот они. И поехали, копируем, вставляем, название товара, единица измерения штук, количество вот 5, цена, вот она здесь указана, 229, и ID товара здесь прописывается в значении, ID товара вот, ну или вот, то же самое. Здесь прописываем ID товара. Теперь делаем окуно, окошко пошире, возвращаемся в Озон, открываем вот этот файл, здесь итог, 53 единицы товара. Далее мы здесь указываем 53 единицы товара. Содержание операции, товары переданы, основание отгрузки, название документа. Здесь мы прописываем договор оферты для продавцов на платформе озон.ру. Договор оферты, номер и дату мы берем с личного кабинета, то есть заходим в настройки, договоры, и вот здесь у нас все прописано. Договор комиссии ИР и копируем вот здесь. Скопировали, вставили, далее, вот, скопировали, вставили, все. Здесь больше мы ничего не прописываем. Получается, все, здесь мы прописали, а, подождите, я забыл прописать здесь штук. И ID товара. Все, получается, документ у нас готов, больше ничего не прописываем. Нажимаем кнопку перейти к отправке. Здесь выбираем отдел складской логистики, ОСЭЛ. Здесь подписать и отправить. Если же эта кнопка не активна, нужно будет настроить. Так, заполняем здесь, смотрите, перед тем, как отправить, нам нужно заполнить полномочия. Так, выбираем область, по максимуму лицо, совершающая сделку, операция, соответственно, за ее оформление. Далее, статус работник, работник организации продавца товаров. Сохранить. Все, теперь мы делаем подписать и отправить. Идет отправка. В приложении нужно будет сейчас подтвердить отправку. Подтвердить. Операция успешно подтверждена. Все, идет отправка. Получилось здесь два документа. Так, это у нас первая ошибка, это не то. Открываем вот здесь. Смотрите, получается то, что значение Ozone ID я неправильно указал. Такое бывает. Заходим в диадок. Открываем UPD номер 2. И сейчас нам нужно отправить уточнение, создать исправление. То есть, получается, мы сейчас будем редактировать наш файл. Здесь исправление UPD номер 2 от сегодняшней даты. Нам нужно здесь только подправить ID товара. Заходим вот сюда. И вот они. Ozone ID. То есть, не ID товара, а Ozone ID нужно было прописывать. И прописываем. Вот они. Они идут у меня подряд. Я просто быстренько копирую, вставляю. Все, я здесь ID товара исправил. Сейчас делаем подписать и отправить. Снова делаем подтверждение в приложении. И все. Вот. Исправление у нас отправлено. Сейчас заходим в Ozone и проверяем. Так, обновляем. Смотрим. Два документа. Открываем. Вот этот документ был мною по ошибке создан. Я его удалил, но система еще не увидела. Так, нам важна вот эта галочка принята. Ошибок нет. Соответственно, у нас уже EDO создана. Контур диадоки. Вот она. Это исправление номер 2 от 7. Соответственно, мы загрузили документ. И сейчас можем сделать уже поставку на склад Ozone.